Афера на 10 миллионов. В Акушинской районной больнице провели слишком дорогой ремонт. 50 миллионов на Магалы о том, как после благоустройства выглядят старинные кварталы древнего города в сюжете наших корреспондентов. Долгий и успешный спортивный путь. Владимир Минеев рассказал о карьере и жизни в Дагестане махачкалинским школьникам. Около 10 миллионов рублей похитили при ремонте больницы в Акушинском районе республики. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре. В преступлении подозреваются подрядчики, выполнявшие ремонт. Но, по версии следствия, виновны не только они. Главврач больницы вступил в сговор с руководителями строительных компаний и подписал госконтракт с завышенными объемами работ. Сумма ущерба в результате махинации составила около 10 миллионов рублей. В отношении строительных компаний и главврача возбуждены уголовные дела. Кроме этого, в хищении средств заподозрен главный бухгалтер больницы. 430 тысяч рублей поступали на имя брата, женщины, который был оформлен как работник учреждения. Но на работу он не выходил. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Дагестанские врачи начали борьбу с лишним весом. Впервые прооперировали пациентов с ожирением в Республиканской клинической больнице. Операции по уменьшению объема желудка были проведены двумя способами. Традиционным – это открытая хирургия и лапароскопическим через несколько небольших проколов. Врачи отмечают, что морбидное ожирение – это серьезное заболевание, чреватое такими осложнениями, как сахарный диабет, варикоз, проблемы суставов и, конечно же, социальный дискомфорт. Первые пациентки долгое время пытались справиться с болезнью самостоятельно, но после безуспешных попыток обратились к специалистам. У меня были проблемы гормонального плана. Я 10 лет сидела на гормонах и сильно набрала вес. После этого несколько лет пыталась бороться с ним, но вес возвращался, причем дополнительные килограммы. У меня начались проблемы со здоровьем. Это суставы, это давление, это сахар. Вот чтобы это на корню, как говорится, остановить, не стать инвалидом, не сесть на таблетки, на пожизненно, я вот решилась на эту операцию. Банковские переводы по номеру телефона с 1 января могут стать платными. Банкам удалось цифровизовать значительную часть населения, ранее избегавшую электронных услуг. Суммарный объем переводов через систему быстрых платежей к началу декабря превышал 40 миллиардов рублей. Эти цифры объясняются отсутствием платы за услугу, однако теперь правила меняются. С 1 декабря она составит от 0,5 до 3 рублей для банков. Какая сумма будет сниматься с клиентов, предстоит решать самим учреждением. Известно, что некоторые банки планируют сохранить нулевой тариф и после введения платы за переводы. Новогодние елки в Дагестан завезли из других регионов. Республика относится к малолесным субъектам России. Таким образом, на махачкалинских елочных базарах проводятся профилактические рейды по выявлению незаконной рубки насаждений. Ущерб от вырубки одной сосны составляет около 5 тысяч рублей. Нарушителей в зависимости от состава преступления ждет наказание от трех лет лишения свободы или штрафа от 100 тысяч рублей. В Дербенте состоялось долгожданное открытие 8 и 9 магалов после реконструкции. Магалы – это небольшие старинные микрорайоны города, состоящие из узких и извилистых улочек. На их реконструкции было выделено 50 миллионов рублей из федерального бюджета. О том, как теперь выглядят кварталы, расскажет Патимат Ханапова. Замена инженерных сетей, перенос электропроводов под землю, монтаж освещения и ремонт лестничных площадок. Здесь благоустроено более 4 тысяч квадратных метров. Работы по реконструкции этих двух магалов начались в августе и были завершены меньше, чем за полгода. Одну маленькую часть мы сделали. Я считаю, что это у нас маленькая часть. У нас весь магал, мы должны каждый год все больше и больше сдавать. Поэтому от души вас поздравляю, чтобы у вас улицы были всегда чистые, аккуратные. Чтобы каждый житель, вот видите, там улели цветы висят на балконе, чтобы вся эта улица была цвета. Если вы будете согласны, я даже могу вот эту всю эту улицу, мы закажем цветов сюда, чтобы повесили. Будет очень красивая улица. В этой исторической части города расположены древние строения. Старейшая в России джума-мечеть, небольшие родники, именуемые здесь булагами и баней. После реконструкции улицы магалов приобрели новый облик, но сохранили свой уникальный колорит. Вот дай Бог, что вот мы видели такую стату, удобство, хорошее. Дай ему здоровья, Аллах. Я тебе всю жизнь благодарна, всю жизнь. Аллах тебе долго-долго действует, чтобы... Аллах здоровья, никогда не болей. Цепь проходящий, у вас чуть-чуть деньги оставляют. И будет вот так. Мы очень рады. Если у вас будут деньги, не будет легче. Мало жалоб будет. Вы будете цветы, и все будет радостнее. Все будет настроение. Отметим, что в Дербенте всего 9 магалов. В ближайшее время реконструируют еще 7. Проезд автотранспорта по этим улочкам запрещен, но горожане не отчаиваются, ведь пешие прогулки теперь тут только в радость. Патимат Ханапова, Даут Гасанов, Новости ННТ, Дербент. В Ахтынском районе появились места отдыха. Там накануне прошло открытие сразу нескольких парковых зон. Проект стоимостью 3 миллиона рублей реализован в рамках программы «Мой Дагестан. Комфортная городская среда». Территория парка, где раньше располагался пустырь, превратилась в яркий центр новой жизни. Он стал отличным подарком для сельчан. Тысячи кахетинцев посетили праздничное торжество. Территорию расширили и оградили периметр. Здесь посадили саженцы сибирской ели, туи и можжевельника. Для орошения зеленых насаждений установлена специальная система полива. Новые скамьи и урны, игровая и спортивная зоны, две беседки. Все компактно расположилось на территории чуть больше тысячи квадратных метров. Парковая зона позволит приятно проводить здесь досуг и взрослым, и детям. Гуманитарно-педагогический колледж вошел в сотню лучших предприятий и организаций в 2019 году. Престижная награда была вручена в Москве на Международном форуме инновации и развития. А накануне поздравить преподавательский состав колледжа с важным событием прибыли почетные гости. Подробности в сюжете Луиза Раджабовой. Более 13 лет здесь готовят специалистов по различным направлениям, а учащиеся колледжа регулярно завоевывают призовые места на Олимпиадах. Одно из последних достижений – первое место на IT-фестивале в городе Севастополе, где в конкурентной борьбе с командами со всей страны первое место занял именно проект воспитанника второго курса ГПК Магомеда Магомедова. Я выбрал этот колледж, потому что здесь делают не только светские, но и духовные знания. И этот колледж ничем не уступает от других колледжей Махачкалы. Я участвовал в конкурсе IT-фестивале в Севастополе. Это был международный конкурс, в котором я занял первое место. Победить было довольно тяжело, но у меня и моей команды получилось. Уникальное образовательное учреждение, где сочетаются светское и духовное образование. ГПК вошел в сотню лучших предприятий и организаций в 2019 году. Здесь учащиеся получают багаж теоретических и практических знаний. Сегодняшняя наша награда, я считаю, что это заслуга, прежде всего, самого наших студентов. Они являются лауреатами многих конкурсов, олимпиад, проектов. Тут, конечно же, большая заслуга, нужно отметить и преподавателя тоже. В планах колледжа планомерные и постоянное совершенствование образовательного процесса, повышение конкурентоспособности выпускников с учетом требований работодателей нашего времени. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В 19 лет он завоевал первый титул чемпиона мира по кикбоксингу. Затем его ждали новые успехи уже в смешанных единоборствах. Боец промоутерской компании Fight Nights Global Владимир Минеев поведал о жизни и спортивной карьере воспитанникам махачкалинских школ. Спортсмен на протяжении нескольких лет тренируется в Дагестане и считает себя махачкалинцем. Первым его тренером был Зайналбек Зайналбеком, у которого он занимался в клубе «Скорпион». Затем карьера в ММА и уже боец смешанного стиля Владимир Минеев перешел к клуб Universal Fighters, где приобрел много новых друзей, рассказывает спортсмен. А это было все к этому часу. Еще больше новостей отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин